Добрый день, Сергей Борисович! Добрый день! И наши уважаемые зрители! Мы заметили, что на нашем канале ролик про социоформы набрал определенную популярность, поэтому предлагаю поговорить о них еще раз. И хотелось бы посмотреть на них с такой стороны. Мы их все-таки обсуждали как некоторые необходимые меры, которые нам предписываются выполнять со стороны властей, но социоформа, она же все-таки как-то проживается и продвигается дальше в жизнь, собственно говоря, массами, то есть теми, кто это выполняет. И какова, может быть, с вашей точки зрения, ну, не знаю, мера ответственности людей за то, что та или иная социоформа, она живет, получает свое развитие, и как она меняет свой смысл. И может ли она менять свой смысл? Ведь, наверное, ее можно начать наполнять каким-то своим смыслом, а не тем, который был дан изначально. Зачем тебе грустная истина? Что ты будешь с ними делать? Да, на самом деле, тема не просто хорошая, важная, интересная, но очень грустная. Понимаете, ведь в любой ситуации, для любого человека, и меня это, естественно, тоже касается, и нас с тобой, очень легко сказать, что в происходящем событиях виноваты. Татары, наплыв печенега, татаро-монгольское иго, татаро-монгольское эго, Америка, Путин, мировые элиты, Ротшильды, Ватсона и другие за кулисы. И не то, чтобы это будет неправда, это, конечно, правда, виноваты, имели свои планы, планы, в которых для нас не было соответствующего места, и наши интересы эти планы не учитывали, все это так. И в этом плане, ну, мы правду говорили. Ну, и с другая стороны дела. Практически все, что делается сверху, оно всегда очень интересным образом проектируется вниз. И я бы даже сказал, что ни одна социоформа, насаждаемая сверху, никогда не будет жить, если снизу ее не наполнят энергией и определенным смыслом. И в этом плане, когда мы говорим о том, что нас ждет дивный новый мир, и что в значительной мере мы уже в нем находимся, очень интересно будет посмотреть сейчас нам с вами истоки этого мира, как вообще все это дело происходило, как это менялось и к чему это приходит. Понимаете, когда-то, в начале 80-х, в нашей группе, тогда это были любители фантастики полгалактики, очень подробно обсуждалась тема происхождения и форм фашизма. Ну, естественно, нужно было определение этого социального строя. Определения фашизма, естественно, было много, энциклопедические. Из последнего конгресса Коминтерна, там практически, собственно, это была научная конференция, ибо именно на тему фашизма и его форма. Там было десяток умных, хороших, толковых определений. Но, как и обычно, с определениями оказалось все как всегда. То есть, либо под них попадает не совсем все, либо попадает не только это. То есть, либо сильно не все фашистские режимы, либо не все попадающие режимы оказываются фашистскими. И, в конце концов, кто-то предложил определение исключительно простое, даже в чем-то глупое. Но оно оказалось очень удачным. Фашизм – это когда много фашистов. Или, говоря простым языком, когда значительная часть населения разделяет, понимает, использует и продвигает ценности фашистской партии. Если это не так, то у вас может быть очень жесткий социальный строй, у вас могут быть очень серьезные внутренние конфликты, но фашизма из этого уже не получится. Получится что-то другое. Так вот, очень интересно посмотреть, какие социоформы принимают, понимают и продвигают в жизнь масса. Опять же, у нас очень редкая ситуация, она нестандартна для этого мира. Кризис настолько всеобъемлющий и настолько глобальный, что я могу сейчас говорить не о России, вернее, я могу говорить о России с тем же успехом о США, с тем же успехом о Европе. Может быть, только вот Китай не уверен, можно ли так вот сразу включить в это перечисление. А остальных вот точно всех можно. Как-то я тут по своим делам рассматривал историю крупных авиационных катастроф за период с 50-го по 2020 год. Ну, как известно, самолеты иногда бьются, при этом гибнут люди, и, как правило, все это расследуется. Очень интересные изменения произошли в этой области. Причем я бы назвал бы границу где-то середина-конец 70-х. Четко видно, два совершенно противоположных метода, техники, что ли, привычки, обычая в отношении этого расследования. До середины 70-х виновная сторона, получив достаточное количество аргументов в том, что она виновна, свою вину принимала. С оговорками, но принимала. Если писали, что здесь грубая ошибка пилотов, ну, соответственно, профсоюз пилотов мог сказать, типа того, что да, была очень сложная погода, люди могли ошибиться, но он принимал, что пилота напортачили, погубили себя и самолет. Если неудачный проект, из-за которого машина разрушалась в воздухе, это Лохит Электро 180-я модель, фирма, конечно, говорила, что мы хотели как лучше, но принимала на себя то, что в гибели людей виновата она и ее конструкторы. И вот с этой точки зрения очень интересная была ситуация. проводилось расследование, ИКА устанавливала, кто виноват, и виновная сторона принимала на себя вину. С начала 80-х ситуация резко меняется. Даже в тех случаях, где вопрос с виной просто физически не стоит, происходят два явления. Первое. Виновный свою вину не принимает в принципе. он тут же заявляет, что это не он, что ничего не доказано, и что вообще с точки зрения юрисдикции Соединенных Штатов Америки, например, решение ИКАО никакого обязательного значения не имеет. Мало ли, что там написали, что пилот виновен, а мы считаем, что нет. Кто мы? Ну, собственно, виновные. Или их профсоюз? Я помню, что мы уже рассматривали эту тему и говорили, что это, в общем, тоже способ некоторой манипуляции и предмет для политических, скорее, историй. Я боюсь, что все гораздо глубже и очень намного серьезнее, если вы хотите мое мнение здесь. То есть, да, конечно, опять же, никуда не денется. Но, знаете, причина-то есть, ведь еще один момент. Он здесь очень сильно проходит. Мы когда-то говорили, что распад мировой политической системы, которая сейчас имеет место быть, связан, на самом деле, вовсе не связан с коронавирусом, а связан с тем, что уже несколько лет назад кто-то сказал, что договор есть обязательство, которое не может нарушить слабейшая страна. Договор есть соглашение обязательно для слабейшей страны, и никто его не поправил. Это означало, что пока у вас есть четкая сильнейшая сторона, она может у вас следить за нерушимостью договоров, но если ее сила поставлена под сомнение внешними или внутренними процессами, в общем, никто не гарантирует ничего. Договор перестает быть сколько-нибудь обязательно для любой стороны, а в этом случае какая политическая система и под чем вы, собственно, подписываетесь. И мы говорили тогда, что вот этот кризис, который действительно не связан с коронавирусом, начался задолго до него, он обусловлен тем фактом, что у властей, у элит исчезла трансценденция. У них исчезло понимание того, что есть некая сила, неважно, как ее назвать, Господь, законы истории, человечество. Да выбирайте любую термин, который вам здесь нравится. Ну, хотя бы собственная совесть, да. Хотя бы собственная совесть, но есть что-то, что заставит тебя сказать, ты это подписал, ты это должен соблюдать, это твой долг, ибо клятва преступники идут, ну, в христианстве в ад, ну, и так далее. И это было совершенно нормально. В тот момент, когда вы сказали, ничего такого нет, и кроме меня нет ничего. Анекдот свежий на эту тему. Я решил, что, чтобы стать миллиардером, нужно думать, как миллиардер. И теперь начал. И что? Теперь я думаю только о себе. Вот в этом смысле. А так вот, я хочу сказать, что, обратив на внимание элит на то, что они потеряли Бога, или любой его заменитель, до которого они только могли додуматься, мы мгновенно приходим к тому, что индукционно то же самое произошло и с массами. Население. Каждый отдельно взятый человек. Ну, опять же, я не говорю все. Это вот тот случай, что исключений, конечно, есть, и надеюсь, что их еще достаточно много. но уже начинают определять правила те, которые говорят, нет Бога и нет ничего, что его заменяет. А потому истинно лишь то, что соответствует моим собственным интересам. То, что мне выгодно, то и является правдой. Да, с точки зрения любой логики, я был виноват в каких-то событиях. Но доказать это не удастся. У меня хороший адвокат, и виноваты будут все остальные. и здесь неважно, о чем идет речь. Идет ли она об авиакатастрофе или, например, об инциденте, произошедшем в школе, когда там какой-то ученик заявляет, что он упал на уроке физкультуры, из-за чего у него сотрясение мозга, он не может идти на математику, где, заметим, в скобочках контрольное. Он прекрасно знает, что не падал. Его директор знает, что не падал. Одноклассники знают, все знают. Но доказать это невозможно. Он настаивает на своем и угрожает, что он обратится в суд. В результате принимается решение в его пользу. Понятно, что, я позволю себе сказать очень резко, если этот ребенок не поменяет свое отношение к жизни, он пойдет в ад. Но разговор-то идет сейчас не о нем, а о том, что подобные решения, они были всегда, но они были как исключение. Поскольку такого типа действия всеми окружающими и учителями, и сверстниками воспринимались как бессовестные. Но с бессовестными людьми, естественно, никто никакого дела иметь не хотел, ровно по тому факту, что они принципиально не договороспособны. Мне кажется, что здесь ситуация еще в следующем. Ведь такую историю можно себе, наверное, представить и в прошлом. Она бы закончилась немного по-другому. То есть выяснили бы, что ребенок, допустим, наврал, и все бы закончилось, например, тем, что его там пожурили или там, грубо говоря, попросили родителей с ним поговорить. Но я так понимаю, что вы ведете речь о другом, о том, что сейчас ситуация кардинально меняется. То есть оказывается, что мы не можем на него воздействовать и что, несмотря на то, что все знают, например, что он там врет, школа оказывается в слабой позиции. Учителя, например, учитель физкультуры оказывается в слабой позиции. То есть поскольку ничего нельзя доказать, то могут прийти родители, могут подать в суд, на школу могут подать в суд. То есть ситуация переворачивается. При том, что, как вы говорили, например, в своих прошлых роликах, да, вот, есть истина, но просто каждый ее использует в каких-то своих целях или там по-своему, и доказать ее невозможно. Смотрите, как ни странно, я снова возвращаюсь к трансценденции. Где-то до конца 70-х годов было очень невыгодно быть бессовестным. Как ни странно, это было невыгодно. По причине, которую мы уже упоминали. Если человек бессовестный, с ним невозможно никакие договоренности. Если с ним невозможно договоренности, он вытесняется из общества. Он может оставаться бессовестным в одиночестве, где и будет где-то как-то существовать. И соответственно, люди этого в общем начинали довольно быстро понимать и бояться. Отсюда важный момент воспитания, причем интересно, что это шло одинаково. Почитайте американскую литературу и художественную эти фильмы. Это шло и в семье бедняков, и в семье миллионеров. Да, у них была разная совесть. Она была классовая, социальная, но какая эта совесть была нужна во всех случаях. И соответственно, если ее не было, ну, в общем, жизнь этого человека складывалась крайне несчастливо, независимо от его исходных начальных положений. В конечном счете, он, скорее всего, ее заканчивал в тюрьме. И это была ситуация, когда существовала некая общая транссиденция, на ее основании были какие-то общие антологии, на ее основании была общая совесть, а на основании наличия совести у всех возникало так или иначе требование наличия совести у каждого. И эта картинка нормально транслировалась, создавая общество, в котором люди могли жить, существовать, о чем-то договариваться, куда-то продвигаться. в тот момент, когда началось все очень хорошо, началось все с простых идей толерантности, к тому, что у каждого может быть свой собственный бог. И вот здесь постмодерн соединенный с толерантностью, а это 80-е и 90-е, я говорю не о появлении этих работ, а их массовой трансляции через культуру и так далее. Вот в этот момент возникает действительно мысль, что раз истина абсолютно произвольно, у каждого своя истина, то тем самым у каждого своя совесть, и она совершенно обязана совпадать с чужой совестью. И вот здесь возникает ощущение, что каждый индивидуум имеет право использовать существующие социальные институты, созданные в другой ситуации, для решения других задач, для того, чтобы обеспечить свое безбедное существование. И мы впервые за очень длинный период истории, не скажу вообще впервые, но за очень длинный период истории, столкнулись с ситуацией, в которой бессовестно в мире живется лучше, им выгодно бы оставаться таковыми. А это означает, что у нас внизу в массах начал работать антиотбор по этому признаку. Внизу стало выгодно быть бессовестным. Ну, в самом деле, вот ту ситуацию, которую я сейчас рассказал. Предположим, даже оказалось так, что у кого-то была включена запись, и весь урок был записан, и вот оказалось, что он нигде никак не падал. Его нельзя наказать. Ни его, ни его родителей. Более того, поскольку по закону видеозапись не является аргументом, они в этой ситуации могут и продолжать идти настаивать на своем и заявлять, что запись подделана, и что на самом деле она упала. Ужас, кошмар, кошмар, ужас. Я даже скажу немного хуже. Если будет запись, они могут подавать в суд на то, что кто-то записывал его без его ведома. Да, и без ведома записывали ребенка и персональные данные и так далее. Но смотрите, это нижний, вот этот вот ученик, это самый нижний, это масса. Наверху, когда нам говорят про ужасную, кошмарную эпидемию, которая заставляет принимать крайне непопулярные, неудачные меры и так далее и так далее и брать штраф, это другой уровень. Но я хотел бы обратить внимание еще на уровень, который в середине. В известной мере он самый важный из всех. Опять же, если мы сравниваем ситуацию 50-х, но я буду брать пределы, 50-е, 60-е и 10-е, 20-е. Граница, как я сказал, проходит где-то между концом 70-х и началом 80-х. то мы обратим внимание на то, насколько девальвировалось и изменилось за это время экспертное сообщество. И опять речь идет о совести. Вы эксперт, вы много знаете, от вашего решения многое зависит и те, кто наверху, и те, кто внизу. В ситуации, когда для них возникло некое критическое положение, когда нужно принять решение в непонятной, неясной, нечеткой ситуации, они будут слушать вас. Вы не то, чтобы имеете власть, но в некоторой ситуации то, что вы скажете, важно. И важно принципиально. И вот здесь, конечно, огромную роль играло испытание совести экспертов. Долгое время эти люди говорили местами ошибочные вещи, местами глупые вещи, но они говорили то, что им годовало когда-то их образование, их воспитание и что от них требовало совести. Но потом у некоторых давно уже лишившихся остатков совести возникла простая мысль. Надо проверить, на какой сумме у данного человека заканчивается совесть. Ну, типа, просто так он, конечно, не скажет то, что противоречит его картине мира его взглядам. А за тысячу долларов скажет? А за сто тысяч? А есть ведь моменты, где и миллион заплатить не жалко, лишь бы получить высказывание значимого человека, что без зеленой энергетики, например, нам полная хана и весь мир погибнет. Или если не убрать фреон, то будет разрушена зоновая слоя и все мы умрем от рака. Ну, как вы сами говорите, чтоб мы так жили, как вы о нас думаете, потому что мне кажется, что в некоторых ситуациях и ничего платить не надо, поскольку либо человек так или иначе связан с определенными структурами и, собственно говоря, его мнение уже ангажировано. Либо есть еще такой момент, как глупость и вера, например, ну, не знаю, в то, что энергетика зеленая на самом деле нам поможет. Нет, сейчас-то, конечно, уже не надо как-то. Уже всем, кому нужно, заплатили очень давно. А я еще хорошо помню ситуацию, когда начиналась история с озоновой дырой, достаточно большое количество химиков и физхимиков. Мне говорили, «Ребята, вы что, с ума сошли? Это же обратимая химическая реакция. Невозможно здесь убрать равновесие. Это как заряд электронный изменить, не в силах человек это сделать». А потом вдруг была придумана гипотеза, что да, конечно, изменить равновесие нельзя, но может измениться высота этого равновесия, из-за чего и люди с вполне приличными званиями под этим делом подписались. Сейчас про озоновую дыру все давно забыли и никто уже не помнит. А я помню, это был именно момент, на котором экспертная позиция перешла в покупаемую позицию. А сейчас вы абсолютно правы. Сейчас практически любой человек, который оказывается в этой ситуации, ну, в ситуации эксперта, он, скорее всего, ангажирован уже с самого начала явления студенческой скамьи. Или, по крайней мере, точно знает, сколько стоит его экспертное мнение. и это вот тоже, это третий, средний и, может быть, самый важный из всех уровней. Когда, смотрите, например, ситуация, которая сложилась сейчас. Люди не носят перчатки. Любой врач знает, что они абсолютно бесполезны, поскольку данный вирус не контактен. Тем не менее, экспертное суждение о том, что носить перчатки необходимо являются отличным обоснованием, чтобы за их отсутствие, если есть такое желание, взять ваш штраф. Да, конечно, милиционеры тоже люди, они прекрасно понимают, что всех они штрафовать не могут. Тем не менее, такая возможность остается, она существует. И вот мы видим три уровня бессовестности. Верхний, нижний и, с моей точки зрения, самый важный средний. Потому что, я же говорил об экспертном сообществе, вообще к среднему уровню относятся те же учителя. В конце концов, давайте будем говорить честно, да, учитель находится сейчас, пока у нас в стране, я думаю, на Западе в еще большей степени, в страшно подчиненном положении. Что бы он ни сделал, это может быть поставлено ему в вину. Как это вот в том самом. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Вы, конечно, можете молчать, но это повредит вашей защите. Но при этом нужно иметь в виду, что учителя работают трансляторами определенной системы истины. И когда мы говорим о том, что у детей этих истин нет, это означает еще и то, что в какой-то момент учителям оказалось проще, а может и выгоднее, не знаю, транслировать не то, что они считали истиной, а то, что им передавали сверху. Ну, в том числе, ту же толерантность и ту же идею правового государства. И вот вам социоформа. Смотрите, то, что я сейчас говорю, является неким основанием тех социоформ, которые будут формироваться на наших глазах и в довольно большом количестве. Их основанием будет бессовестность, то есть четкое суждение, что мои интересы имеют преимущественный характер по отношению ко всем остальным интересам. И что я прав, даже если доказано обратное. На этом будет построена социоформа следующего общества. Другой вопрос, что, как вы прекрасно понимаете, на таком фундаменте никакое общество, даже роботизированное полностью, долгое время удержаться не сможет. И в этом плане хочется произнести простую фразу. Вообще говоря, общество держит незаконно. неправо. И в этом, с этой точки зрения, глупой является идея всеобщей власти законов. Глупой является идея правого государства. Общество соединяет в единое целое совесть. И законы являются либо совестью, которые придали качество права, либо возведенной вправо волей правящего класса. А в нашем случае волей очень небольших группировок. И в общем у вас нет среднего. Поэтому если говорить о той проблеме, которую жестко высветила инфодемия, то это проблема совести. И именно поэтому наш коллега Дорогромов как-то сказал фразу, которую я уже не раз цитировал, ибо она является очень сильной. Мы перестали быть христианской цивилизацией. Очень может быть даже, что мы перестали быть цивилизацией вообще. Он рассматривал это с точки зрения отношения к смерти. Я рассматриваю это с точки зрения совести. То есть наличие для христианина это наличие Бога внутри тебя. Для ученого, для человека не верящего в Бога это наличие внутри тебя всей эволюции от происхождения жизни на земле до какого-то далекого сверхразума. Частью чего ты являешься. В конечном итоге совестью нас делает понимание о том, что мы чести есть целое. Мне кажется, что между тезисом Громова, где он все-таки говорит про отношение к смерти и совести есть некоторая связь, хотя бы потому, что кажется мне, хотя может я заблуждаюсь, что вот это требование истины и выяснение до последнего какой-то сложившейся ситуации, оно еще возможно там, где случается гибель человека. То есть мы особо рьяно обсуждаем в соцсетях всякие медицинские происшествия и происшествия в области автомобильного и другого транспорта. И я всегда думаю о том, что оказывается, что допустим те же медики или ну кто бы там ни был водителем транспорта, они с них требуют больше в этой ситуации, говорят о человеческих ошибках и так далее, в то время как по отношению к себе, ну в каких-то более простых ситуациях, из которых смерть изъята, ну потому что ее там нет, естественно имеют более такие легкие требования. и эти две зоны они вроде еще до какого-то момента оставались, да, вот зонами, где про совесть или про что-то такое можно было говорить, но сейчас в виде коронавируса, например, те же медицинские эксперты, да, они начинают размывать эту ситуацию. А знаете, тут есть еще одна очень неприятная вещь, я даже не хотел ее касаться, настолько она неприятна, это тема бизнеса на смерть. Что я имею в виду? Произошел несчастный случай. Мы живем в индустриальном мире, где это бывает. Как у Хеллингера, у меня умер брат, это бывает. Самолеты бьются, Титаник утонул, взорвалась Чернобыльская станция, да вообще можно попасть на катастрофу совершенно идиотскую, просто переходя улицу. Такого типа вещи бывают, случаются и известно. человек может быть застрахован, это его собственная проблема, он может страховать свою жизнь в чью-то пользу, например, своих ближних. Это вообще никак не связано с причиной смерти, но есть другая ситуация, есть механизм компенсацией. Но не так давно у нас ребенок утонул в Турции, в отеле. Очень грустная была история. Суть проблемы в том, что насколько я могу судить по данным расследованию, виноват на 100% отель. Это именно классическая техническая вина, неудачно рассчитали решетку, неправильно ее поставили, напортачили как при проектировании, так и при строительстве. Это тоже бывает. Но отель не признает своей вины, Турция не признает своей вины. Насколько я помню, ребенок, который имеет разряд по плаванию, обвиняли в том, что он не умеет плавать, из-за этого утонул. Почему? Потому что если эту вину признать, то придется не только чинить решетку, ее по-любому все-таки починят, уж настолько нельзя сказать, что люди потеряли совесть окончательно. Но придется еще и полосить довольно высокие компенсации. При этом, когда, например, изучаешь данные по тем же авиакатастрофам, сумма компенсации, которую платит компания в случае доказанной ее вина в гибели людей, какие-то совершенно невероятные. То есть на уровне миллиона долларов на погибшего. И с этой точки зрения получается очень интересная вещь. Если у тебя погиб близкий тебе человек, я боюсь, что это никакие деньги не могут компенсировать. С другой стороны, совершенно не могу понять невероятные колоссальные суммы компенсаций. Что они заливают? Они таким образом горе заливают? Они превращают трагедию в определенный странный непонятный бизнес? Вот здесь происходит размытие границы и достоинства смерти. А действительно, когда-то все начиналось очень даже правильно. потому что, например, есть известная история. У нас человек остался в живых при авиакатастрофе при гибели от 24 женщины. И она вошла в книгу рекордов Гиннесса, потому что получила не то 16, не то 24 рубля в качестве компенсации за полученные увечья, как самая низкая компенсация за всю историю человечества. И действительно, вроде бы это выглядит полным анекдотом, и вроде бы с этим нужно что-то делать. Но очень быстро оказывается, что содержанием суда становится не определение причин катастрофы, а определение величины компенсации. Из чего, естественно, что-то получают родственники, очень много получают юристы, компания часто разоряется, что далеко не всегда является позитивным фактором. Но сам по себе вот этот момент, знаете, страховое дело, конечно, само по себе не является бизнесом на крови, но на него накручена именно свежая социоформа, которая указывает, что если кто-то из твоих близких попал в катастрофу, то если ты в состоянии и можешь, ты на этом можешь заработать. Но с моей точки зрения это страшная практика. В некотором плане она бессовестна. вообще, честно говоря, я пока с трудом себе могу вообразить социоформы на бессовестности, об этом, наверное, стоит задуматься над этим отдельно. Да, и может быть даже провести семинар или игру, потому что так это сразу и не понять, как это может выглядеть. Пока мы вот видим только, я утверждаю совершенно четко, что все, что мы с вами сейчас говорили, а мы говорили о школах, о установлении виновных в тех или иных событиях, включая катастрофы, и о бизнесе на погибших. Все это, по-моему, только самая-самая верхушка азберга, самый кусочек того, что мы видим. Конечно, здесь необходимо понимать эту ситуацию гораздо более серьезно. Но, знаете, я, в общем-то, с удовольствием бы закончил вот этот ролик, той фразой, которая была сказана в хищных вещах века стругацких. А мы, кстати, именно в мире хищных вещей века не живем, но жили до катастрофы. Он довольно четко там описан, вот именно таким он и является. А там была такая фраза, тут люди умирают, а вы мне говорите про распространение человеческого мировоззрения. В этой стране люди будут умирать и будут становиться идиотами, пока в ней не распространится человеческое мировоззрение. И вот здесь я должен сказать, что я боюсь, катастрофы нам для этого и дана. Для того, что мы уяснили, что человеческое мировоззрение, которое мы с вами кратко обозначили словом совесть, надо иметь наверху, внизу и в средине общества. Я так понимаю, что сейчас мы предлагаем задуматься над тем, что мы как человечество проходим не только тест на разумность, но и на самом деле на наличие у нас человеческого мировоззрения. Но Чернышевский же всегда говорил в своей модели разумного эгоизма, что совесть и есть высший разум. Заметьте, очень часто из него пытаются сделать вывод, что он призывал к бессовестности. Он же все время пытался объяснить, что бессовестное действие не может быть разумным. Вроде бы, кстати, в последней постановке БДТ очень сильно на этом сделан упор. Ну что ж, спасибо большое и, пожалуй, нужно смотреть упомянутую постановку БДТ. Спасибо. Спасибо.